А сейчас перед вами выступит с первым докладом президент Независимой Ассоциации Психотерапевтов, автор с кашевой гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач, член Украинской Ассоциации Психотерапевтов Данила Александровича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В академической психологии, особенно структуралистского направления, есть прерогатива, чтобы обозначить, что происходит. Я хочу, с вашего позволения, дать вам резолюцию, можете меня поддержать, вербально, невербально. обозначить, что уникальность, содержание уникальных людей мы имеем здесь и сейчас. Это вы. Это вы. Это наши гости. Преамбули, которую дала Татьяна Валерьевна, характеризуя ситуацию времени и пространства. А мы с вами, извините, я психиатр, ориентированы во времени и пространстве. И со всей остротой мы это ощущаем. Именно время мы ощущаем пространство. И в этом есть тоже уникальность момента. И те люди, которые пришли сюда, они уникальны. Поэтому я ни в коем разе не делаю вам комплимент. Я просто называю вещи своими именами. Это уникальный феномен. феномен товаре и уникальность тех людей, которые сюда пришли. поскольку я в психотерапии, как психиатр, завладившийся в психотерапии, имею в свою трибуну. Это психоаналитическая трибуна. Как вы знаете, одним из постулатов психоаналитического направления служит теория влечения. И теория влечения, она апеллирует под сексуализм, мугоротики, прейдом. Почему? Потому что критерий работы бессознательное, и оно работает по критерию удовольствия. И вот чисто топографически корни наших проблем, если употребить лексику гуманистической психотерапии, Абрахама Маслов, они прячутся, фигуально выражаясь, в бессознательном психическом, которое работает по типу критерия удовольствия, и чисто случайно, а может и не случайно, ответ на этот вопрос никто не знает. Наша базовая проблема, которая обозначила Маслов, потребность любви, во внимании, в обеде, если самому опекать, они окрашиваются, чувственная тона, и вот любовь, как феномен, как феномен априори, имеет двояку, природа может быть тройное и бесчисленное дно. Во-первых, впервые показал сущность любви, и выше никто не сказал, это Данте Оливере. Как бы ни приняли любовь, Данте показал ее божественный характер, божественный характер любви. И даже самые исколовые материалисты, старающиеся не употребляя таких эпидетов, тоже соглашаются, что это априторе непонятный божественный характер. Тем не менее, если мы делаем попытку, а иногда и в условиях фестиваля, алгебры, поверь, гармонию, то именно в любви человека раскрываются такие глубины, такие ее стороны, такая его уникальность, когда без любви рассмотреть эти силы очень трудно. А вот любовь это именно такое состояние, которое позволяет нам высветить многие стороны психической деятельности. ни в чем-то полно, радостно и светло не уражается душа человека, как в отношениях любви, когда к человеку приходит любовь, могущественная сила, движущая мирами и сердцами, не заводящая небо на землю и землю, преображающая сладостный дым, то в душе человека умирает все случайное и раскрывается от лучшей ее стороны. Все наносное, все приходящее уходит. А ведь мы, над нами давляет рутина сейчас и здесь, происходящая. Мы тут сразу видно все главное каким-то внутренним, да и внешним зрением, как цветение по весне, которое мы сейчас наблюдаем, как звонкий и страстный голос и красивое пиение у птиц, так и в человеке, в его телесном и душевном облике возникают очаровательные признаки, прельщающие не потому, только что они сами по себе прекрасны, но и потому, что у них наиболее ярко выражены индивидуальные черты, наиболее ясно соприкасаются с началом бесконечного, с тем неутолимым стремлением к идеальному и недостижимому, которое заложено в каждой живой душе, недостижимо. Я вспоминаю иронический диалог Стивена Дедаллуса, это предтечья улица, тот же герой, Джеймса Джеймса, Джеймса, портрет художника в юности, молодой Стивен, тягочащийся в колледже иезуитом, где он воспитывался уже заканчивающий на разборе сочинений в присутствии группы его преподаватель, отец-езуит, со всеми своими свойствами этой профессии спрашивает, Стивен, вы написали в вашем сочинении о Боге без возможности приблизиться, это герой. Но Стивен, научившийся бить отцов иезуита их же оружием, говорил, Святой Отец, я хотел сказать, без возможности постигнуть, а, да, это глубокая мысль, вот именно сарказм Джеймса, Джеймса, и в то же время Джеймс Джеймс даже в своих сарказмах говорил истину, пусть даже в эраническом плане, без возможности постигнуть, и то, что я вам сказал о Данте, еще подтверждает уникальность любви. Всем любим так же, как понимаем мир. То есть наш стиль любви, он проецируется в наше понимание мира. История любви каждого человека точный слепок с историей его отношений к миру вообще область любимой, любимого, носишься в восторженной мечтах улюбленного, вот наиболее ясные и неложные символы их мироощущения. Недаром изображения любви и любовных тревог, и томлений занимают такое большое, такое центральное место в произведениях искусства всех времен. Это происходит не оттого, что поэты, живописцы, скульпторы обуреваемые любовным пылом, потому что верный творческий инстинкт, я бы сказал бессознательный, указывает им то состояние человека, когда душа его наиболее открыта верховным началом добра, истины и красоты. Тот, кто любит, не только требует, но и отдаёт не только жаждет наслаждений, но и готов к наивысшим подвигам самоотрещения. Зажжённый любовью, он дерзает и на то, что превышает его силы. Подчас неуверен в себе индивидуум законсервированные эти резервы. Может быть, конечно, ему попадётся талантливый психолог, бур, психотерапевт, может, нет, может, он лишён всего этого будет, и вот тогда возникает такое состояние, как любовь, которая помогает по-другому взглянуть на мир. я вспоминаю книгу советского, позвольте мне так выразиться, «Любоведа» Юрия Рюрикова. Я помню, когда на неё записывались в очередь читальных залов, она была дефицитной, «Три влечения», и вот там первая глава цитируется отрывок из «Двоем в неподвижном времени». Хорошо сказано «Неподвижное время, и двое в нём». Ведь не даром чисто фаустовское желание «Продись мгновение, ты прекрасная!» И вот этот отрывок из «Хамингуэра» «Фохун, да, да, то, с по ком звонит колокол». Любовное свидание Роберта Джордана, американца, 36-летней, девушки Марии, испанской, и 19-летней, партизанском отряде, где он, интербригадовец, выполняет задания во время гражданской войны. В Испании вот у них любовь первая, а её как бы опекунша, несколько бесцеремонная женщина, Белар, умудрённая о жизни, спрашивает потом «Мария, расскажи!» Мария молчится, «Расскажи, как это было!» «Ну, скажи хоть что-нибудь!» И тут Мария говорит всего два слова. «Земля плыла!» Пелар, поражённая, говорит «Да, это любовь!» Тут не только пространство, но и изменяется в любви и временной континуум. Уже в этом есть уникальность любовных, любовных, влюблённых и их научным языком интеракции, коль мы уже делаем пробку попытку как-то обозначить, препаралировать, анатомировать, поверить ещё раз алгеброй гармонию. мне бы хотелось сказать, что напомнить вам точнее, я думаю, все вы знаете, старинную легенду Платона о происхождении любви. Это миф. Но миф всегда учитывает то, что повторяется. К нему нужно относиться бережно. И в нашем сообществе в моменте фрустрации, когда мы хотим сделать ревизию некоторым априори истинам, то мифы очень полезны. Не зря худжал в молитве Француза Альона, у него есть такие строки среди совсем чужих пирог и слишком ненадёжных истин, не дожидаясь похвалы, мы белье-белое своим почистим. И что-то сотворим, и что-то сделаем, то есть креативность как производная любви. Я напоминаю эту легенду по слову Платона в древние времена, говорил Платон, природа людей была не такой, как сейчас. Они не было двух полов, а был единый пол андрогин, их же на боже. Они жили вот эти существа, сросшиеся в одном дуделом и другом существе. Они обладали страшной силой. И сердце царь богов боясь, чтобы они не посернули на богов велел их рассечь на восточную и запад, проху прохения говорился, на левую и правую половину. Когда тела таким образом были рассечены, каждая из этих половин с вожделением устремлялась в другое. Переплетались, срастались, страстно желая срастись, не хотели сепарации, ничего не хотели делать по-русски. И говорят, говорил Платон, с этой поры свойственно людям любовное влечение, которое, пытаясь соединить прежние половины, пытаются сделать из двух одно, и тем самым исцелить человеческую природу. Вот такой унитарный подход Платона. По поводу новых реалий и новое звучание легенды Платона уже в новое время, ее подкладывают вдохновившую неоплотаническую теорию о сродстве душ. Поклонники изящной словесности, возможно, знают ее роман «Избирательное сродство», где Эдуард и, прошу прощения, где Альберт и Аттилия влюбляется в друг друга хозяин замка Дарон и Аттилия, девушка из пансиона, подруга его дочери. И вот они находятся в средесветской кухолике, где бы они находились, описывает Гетта, играет ли фортепиано, они как бы случайно, неизбежно оказываются вместе. Какие-то бессознательные силы, тем более нужно учесть Аттилия, весьма благороспитанная девица, хорошего поведения, никогда бы не позволило неприлично подойти к хозяину замка, жена на мужчине вот так. Но вот как-то чисто случайно, какой-то магнетизм. А ведь Гетта писал этот роман в 18 веке, когда были теории животного магнетизма месмера, происхождение гипноза, феномен гипноза, эфир, через который происходит магнетические вклювы, это касалось не только гипнотического воздействия месмера, но это касалось всего, в том числе об этом уже забыли и любви. И вот как будто магнитом притягивают вот эти половинки. Там есть монолог одного из героев, ракурс химию, может наивный, но если Ёнк из алхемии сделал целые концепции, почему? Мы должны продолжать терпение, когда считаем это ракурс, он говорит о том, как некоторые вещества имеют избирательное сродство, притягиваются друг к другу, и вот так вот ненавязчиво предлагает нам Гёта свою концепцию души влюбленных. Эти половинки они ищут, что есть уникальность, так утверждал Гёта влюбленного и уникальность людей, которые должны встретиться. Хотя, возможно, они и не встретятся, но вдруг они встретятся. Но, коль существует такой магический феномен притяжения, где бы они ни находились, то рано или поздно они встретятся, эти души, согласно хафизу. Как говорят, уже чуть позднее. И я вспоминаю творческий вечер, когда я был в узком кругу с покойным актёром Роланом Быковым очень давно. И вот он читал там свои стихотворения и вот цитировал одну из своих малоизвестных ролей в фильме «Капитан», где капитан, участник войны, уже пенсионер, приезжает на Черноморский флот, вот рассказать о том, на свой корабль. И там мальчик за ним увязывается, вот мальчик его сопровождает, мальчик вот считает его как бы духовным отцом, и капитан не протестует, вот этот старик капитан, видно, что-то его тоже приведись такая потребность, что-то передает мальчик, у которого явный дефицит эмоционального общения, может быть, формально с взрослыми, которые его окружают. И вот он ему рассказывает притчу, я помню, как Ролан Быков рассказывал в нем, и моим друзьям лично вот цитировал из этого фильма. Из пункта А, из пункта Б, вышли навстречу друг другу два поезда. Почему же они не встретились? потому что не пришлось? Я до сих пор помню этот печальный выгод Ролана Быкова, на экране более сдержан. Вот он посмотрел на нас с такой горечью, потому что не пришлось. И что тогда? Но есть романтики, которые верят, что это рано или поздно произойдет, что одна половина найдет другую половину. Естественно, одна из романтических фигур отечественной литературы самого знаменитого произведения начала 19 века. Я думаю, вы угадали какого Евгения Негин, Александра Сергеевича Пушкина. И кто же там романтик? Владимир Ленский, приехавший из Германии, учившийся в одно время с Герой, точнее там из Герой уже и под влиянием его произведений о сродстве душ. Я процитирую буквально несколько слов. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна в и дальше Пушкин как бы по инерции продолжает вроде бы про другое, миловимым интимным образом связанная. Он верил, что друзья готовы за жизнь его принять. Оковы. Хорошо, если находятся такие друзья, которые в моменты потрясений готовы, но если не оковы принять за нас, то что-то сделать или хотя бы не подвести и в нужное время и в нужном месте. И вот эта идея о том, что непременно должны встретиться половины они, эта идея она уцелела, она проходит рефреном в сокровище ревнической поэзии весь 20-й век перекочевала нас, к нам 21-й век. И я тут как профессиональный провокатор и манипулятор а что такое психотерапия? Это провокация, манипуляция. Хотел бы предположить, что возможно на этом чудесном фестивале Тавалин может быть именно здесь в силу уникальности этого феномена что-то произойдет. Может кто-то из вас встретит свою половину или хотя бы некто напомнит о том, что такая возможность есть. И если это произойдет, то можно сказать, что фестиваль Тавалин одуботворяет и создает какое-то магическое пространство, которое существует само по себе, почти как в романах братьев Стругацких. Возможно человек не видит еще, а предчувствует, что будет такая возможность в завтрашнем, мастер-классе ранним вечером по гипнозу. Я постараюсь нажелаю показать, чтобы человек почувствует свою половину или хотя бы такую возможность гипноза. Дает такие. Но это будет завтра, а сейчас и здесь волшебная палочка, которая незримо присутствует Татьяна Валерьевна внезет вас в честный век последующих нахудей этого фестиваля. Желаю вам удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ